МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение 22 и 23 июня наши войска взяли плен около 5000 германских солдат и офицеров, а по уточненным данным за 22 июня было сбито 76 самолетов противника, а не 65, как указывалось в сводке главного командования Красной Армии. Это только начало войны, когда и подсчитывать-то не было времени. А если обратиться к финалу, то я, например, советую вам обратить внимание на число уничтоженных Красной Армией САУ, немецких самоходных артиллерийских установок. Если вы проведете эту работу, то довольно быстро убедитесь в том, что Красная Армия уничтожила немецких САУ в 9 раз больше, чем Германия смогла всего произвести. Но это на самом деле в порядке вещей и никого не удивляет. Удивляет только то, что некоторые средства массовой информации в дни празднования 60-летия Победы печатали эти сводки Совинформбюро как подлинные и действительные. Мы хотели начать эту нашу серию рассказом о нескольких эпизодах из биографии одного советского летчика, ныне здравствующего, из Второй мировой войны, которая была летчиком-испытателем и летчиком-истребителем. Некоторые эпизоды совершенно фантастические. Например, о том, как железный крест был вручен летчику из рук самого Гитлера на испытательном полигоне за то, что наш пилот в середине июня 1941 года за две недели до начала войны поднял в небо и совершил блестящие фигуры высшего пилотажа на еще сыром новом немецком самолете. Но, к сожалению, в немецких архивах мы не нашли никакого подтверждения этому факту, хотя известно, что каждый шаг Гитлера хорошо документирован в немецких архивах. К новоявленным фактам истории мы должны, конечно, поначалу относиться с уважением, потому что в них действуют наши отцы и деды. Но, во-вторых, некоторое подозрение к ним тоже не мешает. Цифры побед летчиков и подводников всех армий и флотов мира, наверное, сегодня нуждаются в уточнении, потому что уж больно тяжелы были условия их войны. Для этого нужно скрупулезно просмотреть тысячи и тысячи архивных документов, чтобы прийти к определенным выводам. И я уверен, что когда эта гигантская работа будет сделана, то наши настоящие герои, такие как летчики Покрышкина, Евстигнеев, Рычкалов и Покрышев, подводники Матиасевича и Грищенко, только увеличат общее количество своих побед. 2 октября в Варшаве сдался в плен руководитель варшавского восстания генерал-граф Тадеош Комаровский. И этот день стал последним в борьбе варшавян. В конечном итоге этого восстания столица Польши лежала в развалинах. Более 700 тысяч жителей, изгнанные из города, около 200 тысяч погибли под развалинами в боях или были расстреляны эсэсовцами группенфюрера Бах-Зелевского. Сегодня многих историков тяготит вопрос, а была ли необходимость в этом восстании, если ни с запада, ни с востока реальная помощь прийти не могла? Не слишком ли много политиканства вокруг чистого душевного порыва жителей Варшавы, ставших жертвами борьбы за власть? Крайне поляризованным, расколотым оказалось и греческое общество после ухода германских войск. Закрадывается даже кощунственная мысль, что только присутствие оккупационных войск было главной сдерживающей силой перед бездной гражданской войны. Еще в конце лета английские военные разработали операцию под кодовым названием «Манна». Операцию, в соответствии с которой британские десантники должны были захватить Афины, взять под контроль гавань Пирея, перебросить из Италии греческую бригаду. Были предусмотрены и разного рода иные военные действия. Но ни в августе, ни в сентябре 1944 года 10-тысячный германский гарнизон Афин не выказал намерений покинуть греческую столицу. И события, связанные с освобождением англичанами Греции, начали развиваться лишь в октябре. 4 октября британские десантники захватили Патрос. 12 октября стало известно, что немецкий гарнизон наконец эвакуируется из Афин. 13 октября парашютисты британских войск захватили аэродром близ Афин. И, наконец, 15 октября греческая столица была взята под контроль англичанами. Хотел бы обратить внимание на одну очень существенную деталь, сопряженную с развитием всей вот этой греческой ситуации. Дело заключается в том, что да, конечно, Греция лежала в руинах, переживала тяжелейший период своей истории. Но не в этом состояла главная ее проблема в тот момент. Эта проблема заключалась в том, что и общество в целом, и силы сопротивления пребывали в состоянии раскола, пребывали в состоянии взаимной конфронтации. На просторы Центральной Европы, в Венгерскую пушту и к Чехословацким долинам дорога шла через Дуклинский перевал в Карпатах. Бои там все страшные. Погибших солдат не считали, и 6 октября ценой большого кровопролития 1-й украинский фронт маршала Конева овладел Дуклинским перевалом и открыл дорогу на просторы Венгрии и Чехословакии. В штабе 1-го Украинского фронта уже была подготовлена Дебрецинская наступательная операция, которая завершилась 28 октября. Город Дебрецин был освобожден 20 октября и превращен в центр будущего прокоммунистического правительства Венгрии с испытанным провокатором Матиосом Ракоши во главе. На крайнем севере в Лапланделе возник острый германо-финский конфликт. Отступавшие в Норвегию горные егеря 20-й немецкой армии генерала Лотера Рендулича методично уничтожали по пути отступления аэродромы, мосты и дороги, несмотря на требования финнов этого не делать. В итоге финская армия вынуждена была атаковать своих вчерашних соратников. Эти упорные немецко-финские бои облегчили задачу командования Советского Карельского фронта во главе с генералом Кириллом Мерецковым, начавшим 7 октября Питсама-Киркенесскую наступательную операцию. Богатый никелем район Питсама оборонял 19-й горно-стрелковый корпус генерала Фердинанда Йодля. По танкам и авиации Мерецков имел абсолютное превосходство. В артиллерии трехкратная, в живой силе двухкратная. Войска Карельского фронта действовали быстро, нешаблонно. Командиры много импровизировали. Непролазную тундру для флангового удара преодолели на оленних упряжках. Успешно действовал и десант, высаженный 23 октября в районе Киркенеса. Войска Карельского фронта 15 октября вошли в Питсама, затем пересекли границу Норвегии, и 25 октября с суши и с моря взяли разрушенный Киркенес. Генерал Кирилл Мерецков получил за эту операцию звание маршала Советского Союза и частично реабилитировал себя за неудачи и потери Волховского фронта. Питсама Киркенесская операция фактически положила конец активным боевым действиям на Крайнем Севере в ходе Второй мировой войны, несмотря на то, что немцы формально капитулировали в Норвегии только 8 мая 1945 года. Единственное, что хотелось бы скорректировать, говоря о Питсама Киркенесской операции, это послевоенное утверждение Кирилла Афанасьевича Мерецкого о том, что советские войска разгромили 19-й корпус генерала Фердинанда Йоделя. Это преувеличение. Действительно, одна из дивизий этого корпуса, вторая немецкая горно-стрелковая генерала Дегина, понесла серьезные потери. Однако, на самом деле, Мерецков не разгромил, а вытолкнул Йодля в Норвегию, и значительная часть его войск была перевезена затем в Германию, приняв участие в боях на Восточном фронте. Норвегия продолжала оставаться важнейшим плацдармом Германии. В норвежских фьордах базировался надводный немецкий флот, в том числе линкор «Тирпиц», вызывавший постоянное беспокойство британских морских начальников, а подводный флот с постепенной потерей французских портов только из Норвегии мог незаметно выходить в Атлантику и угрожать английским морским коммуникациям. Остров Окинава находится в 350 милях к юго-западу от основных японских островов. На Окинаве располагались два десятка аэродромов японской авиации, которую американцам необходимо было уничтожить перед решающим сражением за Филиппины. Еще в сентябре авианосцы США начали выдвигаться на дистанцию, благоприятную для бомбардировок Окинавы, а также аэродромов острова Формоза. Палубная авиация американцев за 10 дней бомбардировок практически уничтожила своего воздушного противника на этих островах. У Японии на Окинаве осталось втрою всего около 50 истребителей, которые уже не могли оказать поддержку своим войскам и флоту на Филиппинах. Вторым косвенным ударом, повлиявшим на исход сражения за Филиппинские острова, стали регулярные бомбардировки американской стратегической авиации японских городов. Японские жилища горели как факелы после применения зажигательных и фугасных бомб. Идея самоубийственных атак буквально витала в японской армии и флоте. Ее оформил адмирал Токетзира Аниси. В октябре перед строем летчиков 201-й воздушной группы капитана Ямамоту Сакайи адмирал Аниси предложил создать первый отряд камикадзе. Уже в 20-х числах октября этот отряд был создан, и 23-го октября 6 истребителей вылетели для самоубийственных атак. Но первый вылет был неудачен, японские летчики не нашли подходящих целей. А вот 25-го октября, по американским данным, у острова Самар ударом камикадзе был потоплен американский авианосец Сен-Ло, а другой авианосец Кит-Кенбей получил тяжелые повреждения. Русский переводчик книги о японских камикадзе буквально теряет дар слова при упоминании о японской жертвенности. Но сетования в истории о японских камикадзе неуместны, потому что японские представления о жизни и смерти совершенно не соответствуют европейским. Если перед японцем стоит выбор нескольких вариантов, и один из них ведет к смерти, то японский воин обязательно должен выбирать дорогу к смерти. К тому же молодые японские летчики к осени 1944 года хорошо понимали, какая опасность грозит их отечеству, а значит и обожаемому ими императору. И они выбирали путь к смерти. И делали это явление будничным и обычным, в отличие от их противников по войне, историков и переводчиков. На Западном фронте октябрь 1944 года стал месяцем затишья и накапливания сил. В районе немецкого города Ахена американские войска попытались продвинуться, но были остановлены плотной обороной, артиллерийским огнем и контратаками танков «Тигр» и «Королевский тигр». Верховное командование союзников после тяжелых уроков под Арнемом в Голландии и на линии Зигфрида пришло к выводу, что победоносный марш в глубину Германии невозможен без длительного накапливания материально-технических ресурсов и живой силы. Тыловые службы англо-американских войск интенсивно работали над восстановлением бельгийского порта Антверпен и приведением в порядок французских железных и автомобильных дорог. Гитлер, размышляя над ситуацией, в которую попала Германия в войне над два фронта, в октябре окончательно пришел к выводу о необходимости внезапного мощного наступления вермахта на Западном фронте. ОКВ подготовила для фюрера пять вариантов контрудара на Западе. 11 октября специальная группа во главе с генералом Альфредом Йодлем начала разработку предварительного плана операции, получившей кодовое наименование «Вахт Амрайн» – «Вахта Нарейни». Контрудар было решено провести в Южных Орденнах, где в 1940 году вермахт достиг потрясающего воображения успеха в быстротечной кампании во Франции. Премьер-министр Великобритании готовился в начале октября к визиту в Москву. Черчилль попросил президента США одобрить эту поездку и заверил Рузвельта, что американский посол в Москве, Аврил Гарриман, примет участие во всех переговорах. У Рузвельта в начале ноября 1944 года заканчивалась очередная выбранная кампания, и поэтому он был невыездной. С наступлением осени, писал Черчилль президенту, положение во всей Восточной Европе становилось все более напряженным. Русские армии оказывали сильный нажим на Балканском театре военных действий, а Румыния и Болгария находились в их власти. Коммунизм поднимал голову за победоносным русским фронтом. Гитлер и гитлеризм были обречены, но что произойдет после Гитлера? Да, в этом таилась настоящая трагедия. Русские армии, ценой у своей крови, тарели в Европу дорогу для антирусского, по сути, и духу большевизма. В ходе октябрьского визита Черчилля в Москву обсуждался достаточно широкий круг вопросов, которые представлялись советскому и британскому лидеру на тот момент наиболее актуальными. Обратим внимание на наиболее значимые из них. Прежде всего, это югославский вопрос, югославская проблема. К слову, именно эта проблема подвигла Черчилля к визиту в Советский Союз, поскольку путем переписки сдвинуть ее с мертвой точки, как понимал и британский лидер, как понимал и Сталин, не представлялось возможным. Здесь каких-то серьезных подвижек осуществлено не было, за исключением, может быть, того, что Советский Союз взял на себя обязательство не вводить свои войска на территорию Греции. Во-вторых, это по-прежнему остававшаяся острой и в высшей степени актуальной польская проблема. В ходе московских переговоров была организована встреча так называемых лондонских и люблинских поляков. С одной стороны, в переговорах участвовал Николайчик и сопровождавшие его лица, с другой стороны, Осуп Комаравский и Берут. Но вот здесь прогресса не было вообще никакого. Ситуация продолжала оставаться тупиковой, поскольку ни взаимопонимания, ни компромиссов обеспечить во время этих переговоров не удалось. 17 октября началась операция американских войск и флота по овладению филиппинами. К этому времени после ударов по японским авиабазам были уничтожены более 1200 самолетов. Американские подводные лодки отправили на дно львиную долю японского танкерного флота, и доставка нефти в Японию почти прекратилась. В этих условиях японский флот вынужден был идти в Абанг, попытавшись в решающем сражении у филиппинских островов и во внутренних водах разгромить американцев, главным образом их авианосные оперативные соединения. Но без поддержки с воздуха морские сражения во внутреннем филиппинском море, в проливах и островах Самар одно за другим завершались катастрофами для японского флота. В конце октября императорский японский военно-морской флот в качестве активной боевой силы перестал существовать. В итоге этих октябрьских морских боев Япония потеряла 3 линейных корабля, 4 авианосца, 10 крейсеров и 9 эсминцев. Американцы потеряли 2 эсминца и 4 миноносца. Американский Тихоокеанский флот под командованием адмирала Честера Нимитса продемонстрировал в этих боях очевидное преимущество в подготовке личного состава, в тактическом мышлении своих адмиралов и в способности импровизировать в ситуациях, когда превосходство в численности и мощи боевых кораблей принадлежало противнику. После многочисленных арестов в штабах Западного фронта немецких офицеров, причастных к заговору и покушению на Гитлера 20 июля, на допросах в Гестапо все чаще стало упоминаться имя фельдмаршала Эрвина Роммеля. Роммель был причастен к заговору, он сочувствовал заговорщикам, а также, по мнению Гитлера, стремился к скорейшему окончанию войны на Западном фронте и заключению сепаратного мира с союзниками. Роммель был в Германии фигурой известной, прославленной пропагандой до небес, и никто не решился бы его открыто обвинить в измене. Гитлер избрал против фельдмаршала другое оружие. Роммелю было предложено два варианта. Первый – или суд, бесчестье, смертная казнь, репрессии против семьи, или же самоубийство, торжественные похороны и почести для семьи. Фельдмаршал избрал второй вариант и принял цианистый калий. В Германии было объявлено о смерти великого полководца и солдатского любимца от полученных ран. Торжественные похороны состоялись в пантеоне героев, но Гитлер переселить себя не смог и на прощании с фельдмаршалом не присутствовал. Войска 1-го Прибалтийского фронта в октябре наступали в направлении Балтийского моря и Риги. Группа армий вермахта «Север» оказывала упорное сопротивление. В ее составе отчаянно сражались эстонские и латышские части СС. 10 октября войска 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал генерал армии Иван Баграмян, вышли в район южнее Лиепаи, а 13 октября была освобождена столица Латвии – Рига. 16 октября Красная армия впервые ступила на немецкую землю в Восточной Пруссии в районе городка Голдап. 3 октября Гитлер объявил Афины открытым городом, запретив производить в нем какие-либо разрушения. В Японии 18 октября введена всеобщая воинская повинность с 18 лет. В Киевской области закончилась уборка урожая, 85% которого была убрана серпами. Великобритания, США и Советский Союз признали Временное правительство Французской республики во главе с Шарлем де Голлем. Гитлер выступил против предложения начальника генерального штаба Гудериана эвакуировать войска группы армии Север из Курляндии для укрепления обороны Третьего рейха. В дни заката Третьего рейха непрерывно возрастала роль пропаганды и главного пропагандиста Йозефа Геббельса. В октябре один из берлинских школьных классов 1928 года рождения в полном составе решил уйти добровольцами на фронт. Геббельс развил из этого почина целую серию призывов к немецкой молодежи занять места в окопах рядом со старшими товарищами. А Гитлер обратился к подросткам и юношам с письмом. «Я с радостью и гордостью узнал о вашем желании. И в этот решающий для рейха час, когда над нами нависла угроза ненавистного врага, вы дали нам всем вдохновляющий пример боевого духа и безоглядной преданности делу победы, каких бы жертв это от вас не потребовало. Других солдат у Гитлера и Геббельса уже не было. Но напрасно было бы думать, что немцы уже сломлены и потеряли волю к сопротивлению. Они продолжали отчаянно воевать, ведь они зашли слишком далеко. В октябре 1944 года в Италии погиб сын германского писателя Эрнста Юнгера, Эрнст Юнгер-бладший. Когда отцу принесли дневник сына, то отец прочел на первой странице дневника. Дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти. В Югославии положение германских войск стало безнадежным. Главный союзник Гитлера на Балканах, хорватский диктатор Анте Павелич скрылся. В конце концов, Павелич, один из самых кровавых лидеров Второй мировой войны, будет мирно доживать свои дни в Испании. 20 октября войска 3-го Украинского фронта маршала Федора Толбухина освободили столицу Югославии Белград, пережив восторженную встречу на улице города. Остатки немецких войск бежали в Венгрию, которую Гитлер решил оборонять любой ценой. 15 октября 1944 года контр-адмирал Микло Шхорти выступил по радио с заявлением о том, что Венгрия принимает советские условия и вступает в мирные переговоры с СССР. Сейчас уже трудно сказать, по каким причинам между 11 и 15 октября Сталин дал венграм отстрочку. По крайней мере, Хорти это мотивировал тем, что необходимо эвакуировать все венгерские войска, находившиеся за пределами Венгрии, на их историческую родину. Как бы то ни было, но Сталин в результате допустил ошибку, потому что именно в эти три дня командующий группой армии Юг генерал-полковник Йоханнес Фриснер и спецуполномоченный Берлина штурмбанфюрер СССР Ото Скорцени провели и подготовили знаменитую операцию «Панцерфауст». Уже 16 октября 1944 года, то есть на следующий день после выступления Хорти, три немецкие дивизии заняли в Будапеште все важнейшие правительственные учреждения, а Хорти выступил с заявлением об отказе от управления страной, об отказе от регенства и передал власть своему преемнику, лидеру крайне правой венгерской партии, скрещенной стрелы Ференцу Салаши. И уже одним из своих первых указов он объявил о тотальной мобилизации в венгерскую армию и на трудовые повинности всех подростков и мужчин в возрасте от 12 до 70 лет. А это означало то, что Венгрия не выходит из Второй мировой войны, и сражению за Будапешт будет суждено стать одной из самых кровавых мясорубок в истории войны. После ухода немцев из Финляндии и заключения мирного договора с Советским Союзом Балтийский флот получил возможность базирования в финских портах. Это сразу изменило ситуацию в центральной части Балтийского моря. Советские подводники вышли на оперативный простор и уже в октябре потопили три немецких транспортных судна. Балтийский флот вышел из заключения в Кронштадте, когда противник фактически запер его в прибрежной акватории Ленинграда, как в консервной банке. В условиях громадной минной опасности действовать поначалу смогли только торпедные катера и морские охотники. Именно малые корабли и подводные лодки Балтийского флота начали наступательные действия в море по освобождению островов Эстонского архипелага и продвижению на запад Балтики. Мы умели драться на войне Не с криками «Ура!» а в тишине И было лишь тогда светло, как днем, Когда бралась вода гореть огнем. А те, кому вернуться довелось Дожить до внуков, до седых волос Те знают, сколько этой седины Мы принесли мальчишками с войны Продолжение следует...